Статистика такова, что в России практически половина браков уже после второго года совместной жизни просто-напросто распадаются. В чем проблема? Что нужно сделать для того, чтобы сохранить крепкий брак? Думаю, если отвечать совсем кратко, истинная любовь. А истинная любовь отличается от подложной жертвенностью, умением отдавать, а не только ждать приобретений. Истинная супружеская любовь символизируется свечой в руках жениха и невесты во время таинства венчания. Свечка тает, а свет и тепло отдает. Если бы каждый из нас лиру своей души настроил на это распространение света и любви, тепла и милости, притом сам бы умел умоляться, тушеваться, не брыкаться, не обижаться, то мы были бы не разлива, да, с нашими милыми. И о нас бы написали потом в Брагаузе и Эйфроне, известном энциклопедическом словаре. И они жили долго и счастливо, и умерли в один день. То есть проблема наших разводов – это наш эгоизм. Безусловно. Я думаю, что не только разводов, но и всех прочих сфер жизни, политической, экономической, финансовой, человеческое эго – та раковая опухоль, которая разъедает человечество и препятствует Божьей благодати даровать каждому из нас поступательное движение жизни. Ну, а как так получается? Вот, к примеру, послушаешь там одну половину, она говорит то, что вот муж такой-сякой, он мне делает так, он мне делает так, ну все, больше терпеть не могу. Послушаешь вторую половину, говорит то же самое, но уже про жену. Поговорить как очень опытный духовник – это действительно совпадает с тем, что батюшки слышат на оба уха от обоих супругов. Но в том-то и дело, что если ты начинаешь с самого себя, если ты оставляешь за собой право на ошибку, если ты просишь у Господа Бога сил к изменению от худшего к лучшему, если ты не теряешь любовь, то есть умение с терпением, с нисхождением, великодушием относиться к недостаткам твоей всегда лучшей половины, то вместо этого жалобного причитания, вместо этого брюзжания, какого-то доносительства была бы совершенно иная картина. Вспомним старика, который, хотя и говорил рыбке золотой о том, что не все было благополучно с психическим состоянием старухи, но отличался такой кротостью и таким бесконечным желанием перенести испытания, свалившиеся на него, что в конечном счете он победил. И я очень надеюсь, что милая его супруга, оказавшаяся вновь перед разбитым корытом, как-то по-новому взглянула на своего мужа, который и во времена благополучия не терял почвы под ногами, и умел с достоинством нести крест бедности.